Узбекистан 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 Таким образом, стратегия энергосбережения стала одним из первых этапов на пути к повышению энергоэффективности. А сегодня надо поставить такой энергосберегающий двигатель и для него подходящий модернизация новой технологии. Тогда у нас в два раза увеличится объем выпускающих продукций. И качество продукции другой будет, и совсем другое. И цена новой продукции совсем другая будет. На сегодняшний день в Узбекистане еще предстоит много работы в этом направлении. На определенное время, в течение рабочего дня приходится отключаться электрическую энергию. Я думаю, что если бы у нас проблемы с электрической энергией не было бы, то в такой ходильной времени не наблюдалось бы. И я думаю, что, вероятно, это связано и с нерациональным использованием некоторыми потребителями электроэнергии. И из-за этого приходится страдать уже таким компаниями и организациям, как мы. И приходится нам простаивать, и это, конечно, будет существенно, отрицательно влиять на всю нашу работу. В рамках данного проекта льготные и кредитные займы будут предоставлены тем предприятиям, которые стратегически нацелены на внедрение новых технологий. Мы считаем, что проект по повышению энергоэффективности производственных предприятий предоставляет для этих целей выгодные условия, а также реальные возможности для повышения конкурентоспособности промышленности и экономики в целом. Наряду с интеграцией энергосберегающих технологий, включение источников возобновляемой энергии в качестве инновационной составляющей может также стать оптимально-пилотной инициативой. Важно отметить, что процесс модернизации, совершенствования и интеграции новых энергоэффективных технологий прогрессирует и успешно демонстрирует результаты. Сама технология после модернизации работает более надежно, производительность выросла, и окупаемость по этому проекту составляет один год. Такие проекты также осуществлены на предприятиях Ташкентского водоканала. Экономия составляет в месяц 1,5 млн. кВт. Это всего лишь установка 27 оборудований. Потребность же всего предприятия составляет 140 единиц. Вы представляете такой потенциал, который имеет данное направление энергосбережения на рынке. Этот новый проект, который мы планируем реализовать, это будет кардинально новый проект, который будет минимизировать хотели. Правительство в настоящее время уделяет большое внимание совершенствованию механизма по дальнейшему энергосбережению. Я считаю, что будет минимизирован доступ, несанкционированный доступ, то есть мы имеем в виду человеческие факты. То есть сколько их тратят, сколько их заплатят. Узбекистан имеет очень энергия-интенсивную экономию, и большинство индустриевых предприятий оборудованы оборудованные инструменты, которые обычно работают на натуральный газ и электричество. Цель нашего проекта в Волкбанке финансового проекта является двумя. Первое, мы хотим, чтобы индустриевые предприятиям with access to capital, via participating banks, so that they can carry out energy-efficiency investments. Those investments can range from installation of industrial boilers to replacement of other equipment, such as combined heat and power production facilities. The second aim of this project is really to raise awareness among energy-efficiency stakeholders, such as industrial enterprises, и дает участие, чтобы улучшить стабильность и качество строительства энергии в Узбекистане. Попытка повысить энергоэффективность узбекской промышленности объединит предприятия и ответственные правительственные структуры, а также исполнительные и финансовые учреждения, создавая стимулы и задавая стандарты энергосбережения, вовлекая частный сектор и отдавая приоритет энергоэффективности как решающему инструменту экономического роста. Результатом данного проекта станет конкурентоспособная продукция нашей промышленности, увеличение оборотных средств на предприятиях и рост экспортируемого сырья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова